Так, ты постарайся пальцы вытащить, как бы прорвать слизь. Так, так, ну, давай-давай, ещё. Я не могу. Так. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Анапа, и мы сегодня с Машей будем изготавливать космическую слизь. Вот, для этого у нас есть вот такой набор. В набор входит, смотрите, поливиниловый спирт, тетраборат натрия, пищевой краситель, стаканы, мерный стакан, деревянная палочка и ложка. И сейчас мы приступим к изготовлению нашей космической слизи. У нас имеется также пошаговая инструкция, и здесь всё написано. Тщательное изучение инструкции показало, что вот этих двух стаканчиков, входящих в набор, явно не хватает. А, кстати, набор-то сделан, знаете где? На Украине. И так мы засыпаем поливиниловый спирт. Размешивай, доча. Вот, ну нам надо, чтобы была прозрачная, однородная жидкость, да, Маша? Тут написано, не вдыхать парой. А, не вдыхать парой, а я вдохнул. Пока я размешиваю, огонь уже выключили, Маша сейчас будет разводить краситель. Ну, может быть, покраснее сделать? Не, нормально. Ну что, вынимай. А я всё мешаю, мешаю. Не вдыхай. Не вдыхаю. Он уже надышался этой пенью. Зачем ещё-то? Он же ещё будет разводиться. О! Что? Так. Ладно, пищевой краситель уберу. Можно ложкой размешать как раз. Блуд. Тетраборат натрия. Да, мы забыли тетраборат натрия положить. Наташа вот нам сказала, что оказывается мы забыли тетраборат натрия. Да, что-то я вам сказала. Вообще-то ребёнок. Ребёнок сказал. И мы его туда сейчас кладём. С того, бабушка? Вот эти серстные ложки. Ну-ка-то. Я вдохнул пары. Реально? Ага. Вот отсюда, из кастрюльки. Ну что, Маршуля, всё правильно делаем? Вроде. Так, поехали. Заливаем спирт в банку. Делает это Наташа. Она химию изучала в школе. А ты что делал в школе? Я собакам хвосты накручивал. Так, перемешайте ещё. Так. Ну давай. Погоди. Вот сюда вот. А бы удалили там-ка? Там не было ничего удалили. Заливаем активатор. На. Вот это вот размешивай по чехоньку. А я буду по чехоньку лить. Поняла? Ты вот. Просто мешай. Вот так вот. Ну мешай просто, вот как чай. Мешаешь? Размешивай, размешивай. Я буду вот так вот тоненькой струлькой лить. А ты мешай, мешай, мешай. Мешай, мешай, мешай. Как чай. Мешай. Ну так промешивай. Возьми второй. Промешивай. Промешивай, промешивай, промешивай. Ой. Ну еще тетраборатовый полосадок. О, что это? Так, получилось что-то на вроде джема. Фу, какая гадость. Перекладываем в стаканчики. Для дальнейшего изучения. Ну и гадость, это Вася, космическая связь. Фу, гадость. Маша, как ты оцениваешь эксперимент? Что-то мы или с тетраборатом переборщили. Вот именно. Или с полигнилым спиртом. А руками-то можно его трогать? Ну а как? Ше. Ты мечтала о такой фигне. Я не оцениваю другие. Дело в том, что там написано, Маша, вот зачитай, что образуется сетка из спирта, а эта сетка заполняется водой. Понимаешь? Ну да. И получается, вот я думаю, что у нас недостаток воды в этом. Да воды наоборот много было. Да? Ну ладно. Воды наоборот было много. Но цвет красивый, смотри какой. Мы только отмерили, так там еще чуть-чуть было воды. Ааа, что? Я думаю, может быть, это действительно перебор с тетраборатом. Это не столовая ложка, а десертная. Маша, как на ощупь? Прикольно. Наташа добавляет еще тетрабората. И ничего не происходит. Да уже ничего не происходит. То есть вот, то, что в результате реакции вот осталось, все остальное выпало в осадок. Ну давай, переносим на стол. Нет, самое интересное, тетраборат-то вот он. Маша, бери. Переноси на стол. Что-то там получилось. Тут льется из него. Бери, бери. Ничего, ничего, бери. Переноси туда на это. Будем там сейчас. Так, давай будем изучать, что у нас получилось. Оно вообще никак не... Слишком много тетрабората. Смотрите, у меня есть куритая ножка. Ну что, давай врать. Как вы можете? На ощупь как? Прикольно. Как лизун. Только тут куски остаются не больше. Хотя нет. Ну, все. Холодная? Нет, еще тепленький. А что, прикольно получилось. Попробуй его растянуть. Смотри, пап, какие там пузырьки внутри. Растягивай. Рвется. Рвется. Ну, а должен тянуться. А мне нравится. Прикольно. Должен. Вот как выглядеть. Смотри. Не, а то просто... Ну, в принципе, нет. Похоже. Не, похоже. Но где-то мы технологический процесс, видимо. Прикольно. Ну вот, в результате получилось такой, как бы, большой прозрачный леденец. Не видно, как слизь. Слизь эта не тянется, она рвется. Наташа говорит, что, возможно, мы нарушили технологию изготовления, потому что мы сначала в воду добавили краситель, а потом уже тетраборат. Может быть, из-за этого. Не знаю. Ну, в целом, в целом забавно. Маша, смотри, а у меня тянется. Смотри, тянется. Ну, так и должно быть. Наташа, он тянется. Ой, радость-то пока не... Фух, упала. Ой. Папа, бры... Цвет красивый и вообще такой, да? Как бы, внутри золотистый. Блин, папа, это прикольно. А воняет от нее, блин? Чем? Как в столовой. Какой в столовой? Наш, школьный. Фу! Опа! Неведомая слизь. Вот это на заставку пойдет. Ну, сделай еще вот так, Маша. Неведомая слизь. Неведомая слизь. Она вступает в контакт. С чем? С водой. А, с какой? Смотри, прозрачная практически. Попробуй, не залипни. Смотри, она как желатин. Ну что, я думаю, эксперимент удался. И это, в общем-то, принесло нам удовольствие и приносит до сих пор. Мы сейчас будем играть с этим. Да, и поэтому, ну, здорово, что так у нас получилось. Из двух порошков и воды у нас получилась вот такая вот штуковина. Это лизун называется, или слайм, просто на дороге. Вот еще один эксперимент. Рука внутри слизи. Поднимай, поднимай руку. Поднимай, 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 поднимай. Подожди, аккуратно. Ну, а так давай посмотрим, что ты чувствуешь. А, чувствую, как будто бы глаза человеческие. А, по моему руку. Так, поверни, поверни ладонью ко мне. Видна ладонь. Я вижу ладонь там. Внутри кристалла. Пошевели пальцами. Хорошо. Так, ты постарайся пальцы вытащить, как бы прорвать слизь. Так, так. Ну, давай, давай. Давай, еще. Я не могу. Так. Прорвалась? Да, я плашал. Я к ней тут. Вау, а на руке даже ничего не осталось. Ага. Ех. Доброе. Редактор субтитров, pulвах. Продолжение следует...